И всем привет ребят, с вами Строй Ванька, сегодня записан новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой теватике, у нас уже полноценно закончился 1 апрельский ивент в игре и теперь мы полноценно можем перейти к обзору всех изменений и новых устройств и плюс скинов Legacy. Сегодня мы рассмотрим твинса с пробитием, который еще до выхода в четверг на анонсе мне показался чем-то очень и очень интересным, посмотрим насколько я был прав и нагибает ли это вообще устройство в целом. Ну и плюс рассмотрим сегодня хантера твинса Legacy, которого мне уже должны были выдать, посмотрим как он выглядит, посмотрим насколько он жесткий. Мне кажется, что эта линейка одна из самых интересных, которая была у нас в игре. Я конечно надеюсь на то, что еще в ближайшее время появится у нас приз, диктатор, старый Legacy. Я надеюсь на то, что у нас в челленджах продолжат их выпускать и можно будет их лицезреть в дальнейшем на своих аккаунтах, эти Legacy скины и получать их с челленджей. Именно вот так вот выглядит антера твинс, старый, дефолтный, возможно кто-то его не видел, возможно для кого-то он является каким-то новым, но я как игрок, который играл в то время, когда вот эти вот скины еще были, как основные скины, помню их отлично. Да, и могу сказать, что вид довольно-таки сочный, довольно-таки сочный. Можно поиграть, поностальгировать и возможно даже когда ты играешь на таком вооружении, начинаешь вспоминать какие-то определенные моменты того времени. Ну и мы берем твинса с пробитием, с икатаем, я думаю, что сегодня одну каточку, ну и потом уже сделаем итоги обзора нашего на твинс с подавлением, плюс, возможно, что-то еще добавлю по хантера твинсу Legacy, да и в целом сейчас даже уже могу сказать, что этот хантера твинс выглядит очень круто. Очень круто, это явно те скины, за которые стоит покупать боевой пропуск и стоит их приобретать. Я думаю, что с выходом этих новых скинов Legacy, количество покупок на боевые пропуска явно-явно увеличилось уже и увеличится еще в дальнейшем. По режимам, что мы можем сегодня сыграть, чтобы рассмотреть нашего твинса с подавлением, ну, наверное, было бы неплохо скатать либо TDM, либо CP. Ну, давайте скатаем дефолтную TDM-очку и посмотрим, что у нас в целом получится сделать на этом твинсе. Мне почему-то кажется, что этот твинс по балансу будет даже в моментах превосходить приза с подавлением. Все-таки написано было, что дальность у этого твинса увеличена на какой-то определенный процент, и плюс каждый шарик наносит подавление на одну секунду. Соответственно, это должно быть очень интересным. Ну и по устройству, по дрону я сегодня взял себе ловкача, дефолтный дрон, который я использую в последнее время. Ну что, начинаем колбасить, начинаем сливать и смотреть, что у нас будет здесь получаться. Каждый твинс с подавлением это уже жестко. По дальности, дальность видно, что чуточку больше. Насколько чуточку больше? Ну, на процентов где-то 20, наверное, больше. Где-то что-то среднее между обычной дальностью твинса и устройством на дальность. То есть, где-то что-то среднее между ними будет. И, ну, в целом неплохо. В целом неплохо, когда у тебя есть, ну, грубо говоря, дефолтный твинс с наносом подавления. И плюс у него еще увеличена дальность. То есть, у тебя уже есть дополнительное преимущество. И уже изначально это устройство будет иметь смысл. Плюс подава для каких-нибудь там CTF, регби, когда там много играет игроков на ловкачах тех же. То есть, ты сразу же одним твинсом, просто одним шариком отключаешь эффект дрона. Так же самое ты отключаешь бустера, отключаешь защитника. Да, с кризисом немножко потяжелее. Там, наверное, носить на постоянной основе урон. Но все те устройства, ой, не устройства, а все те дроны, которые работают от одного какого-то дополнительного припаса. И дают одну определенную дополнительную функцию. Они сразу же моментально отключаются. И возможность того, что тебе не надо подъезжать в убор, как это нужно делать на жиге или на фрезе. Да даже на молоте. Тебя дальность должна быть намного меньше. А здесь ты с такой хорошей средней дистанцией можешь сразу наносить подавление. Это, конечно, очень и очень круто. Ну и по урону этот твинс является, ну, стандартным, да. То есть, он здесь не порезан. Он не меньше дефолтного урона. И, соответственно, ты можешь спокойно чувствовать и грамотно пушку, да. И понимать, что ты на ней можешь нанести такое же большое количество урона, как и на любой другой пушке, которая находится сейчас в среднем и в хорошем балансе. Соответственно, пробуем. Здесь дать сейчас неплохое количество киллов. То есть, что-то много болтаю. Пока что особо у меня здесь по очкам ничего не идет. Ну и резистов от твинса в матчмейкинге тоже в последнее время встречается крайне мало. Соответственно, здесь тоже нет никаких проблем с реализацией этой пушки. Тем более, когда у тебя есть еще дополнительный статус эффект, который наносит эта замечательная пушка. Я считаю, что и без статус эффекта она уже крутая. Ну, если, например, брать твинса Эмми, то он вообще великолепен. Ну и твинс с подавой тоже, как по мне, будет очень даже актуален в нашем матчмейкинге. Теперь, может быть, даже будет смысл использовать сразу два твинса. Один, например, твинс с подавой, второй твинс с Эмми. Так, ну а что касаемо нашей катки, мы чуть-чуть проигрываем. Будем стараться сейчас выигрывать этот бой. Будем стараться наносить урон. У меня есть немножечко предположение, что здесь этот твинс наносит чуть меньше критических выстрелов. Но, может быть, я и не прав. Но, как-то так, по ощущениям, как будто критов меньше вылетает. Мне кажется, что на дефолтном твинсе критов чуточку больше. Чуточку больше, чем на этом. Но, в принципе, все равно урон довольно-таки хороший вылетает. Было бы неплохо, конечно, еще бы сравнить его по урончику. Вдруг там что-то накрутили. Вдруг там, на самом деле, не дефолтные настройки твинса, а они чуть-чуть поднерпленные. Ну, вряд ли, конечно, но все равно. Всякое бывает в таких ситуациях. Бывает что-то фиксится, но при этом никто об этом ничего не сообщает. Ни на Википедии ТО, ни на, соответственно, обновлении, когда расписывают устройство. Ну и что у нас? Взяли два резиста от твинса. Чуть потяжелее, наверное, будет против реза играть на твинсе, но все равно это, наверное, одна из тех пушек, которые не совсем жестко чувствуют резист. И, ну, наверное, довольно-таки просто играть против резов. Да, можно спокойно все равно наносить хороший урончик и нормально надамаживать противника. Ну, здесь больше, наверное, делать нужно все равно акцент на сам статус-эффект, который актуален. Ну и плюс, вы понимаете, что я играю на Хантере. Хантер для реализации дополнительных очков, ну, наверное, не самый лучший корпус. Да, это больше корпус, который может сыграть на определенную ситуацию и на команду, да, нежели на дополнительное большое получение своих очков. Да, то есть это более командный корпус, который может зарешать в определенной ситуации, но не корпус, который даст вам безумно большое количество дополнительных очков, как это может, например, дать тот же Диктатор. Да, то есть и сам эффект будет более направлен на, ну, грамотное дополнительное приобретение, можно так сказать. Так, у нас остается 9 минут до конца катку, мы уже начинаем еще больше проигрывать. Неплохо мне залетает постоянно от противничка, хороший урончик вкидываю, соответственно, не так легко наносить урон, но в общем и целом, да, то есть по моим личным ощущениям, твинс хорош, твинс хорош, да, то есть даже несмотря на то, что у нас тут, ну, не такое большое количество киллов получается давать, да, и противник чуть более тут от сейва играет где-то, не получается там его сливать, но в целом я скажу, что хорош, хорош, хорошо, да, то есть сам эффект, сама дальность, может быть, немножко чувствуется, что как будто урончика меньше, да, но в целом, в целом очень достойно, в целом очень достойно, и даже в той катке, в которой у нас команда особо сильно не показывает никакого результата, мы более-менее держимся, да, то есть, ну, понятное дело, что тут уже резисты, да, то, что это уже совсем другая песня, совсем другая игра, но все равно будем сейчас стараться хотя бы чуть-почуть накидывать, хотя бы чё-то, чё-то выдавать, но сам скин, ой, какой крутой, мне вообще нравится, ну, типа, вот, сама идея возвращения легоси скинов, и именно, не то, что даже возвращения, а полностью выход вот этих вот всех легоси новых, ну, можно сказать новых, да, то есть, как бы это старые скины, но выход этих новых уже легоси скинов мне понравился, да, то есть, сама идея, и то, что в дальнейшем у нас могут появиться еще старые скины, да, по типу, там, фреза, как я уже сказал в начале, диктатора, это те скины, которые, ну, по мне вообще еще жестче выглядят. Слово, о сплеше этого твинса, он в порядке, в полном порядке, и даже, мне кажется, что он лучше, чем у рикошета со сплэшом, рикошет со сплэшом не наносил такого хорошего дэмэджа по танкам, которые стоят рядом друг с другом, соответственно, здесь хороший урончик залетает, но дистанцию, конечно, контролить вообще легко. На этом хантера твинсочки, особенно, когда ты играешь на ловкаче, немножко, конечно, есть типы, которые у меня тут упарываются, но ничего страшного, в принципе, пофиг, нам главное полноценный обзор сделать на наше вооружение, постараться еще, конечно, можно было бы выиграть эту катку, хоть и мы уже тут улетаем на 11 килов, опачки, у молодого человека иммунитет от подавления, серьезно? Кто-то в матчмейкинге использует иммуночку от подавы, но я думаю, что, наверное, он ее переодел по ходу этого боя, скорее всего, вряд ли он начинал играть на ней. Ну и то, что вы в моменте отключаете не только дрон, а и возможность нажатия овердрайва, это очень жестко, да, то есть, на дистанции, да, то есть, тебе не надо подъезжать в упор, ты вот на такой дистанции спокойно контролируешь типы, да, то есть, ты не даешь ему возможности прожать овердрайв. Если, например, ты играешь на фрезе на жиге, да, да даже на молоть, у тебя возможности контроля на дистанции противника намного-намного меньше, да, то есть, ты не можешь... не получилось красиво поражать у тебя нет возможности растянуть оппонента да то есть чтобы он например не прожал овердрайв на том же там хантере до либо на каком-нибудь мамонте а то есть ты просто контролишь дистанцию и спокойно не даешь возможности ему приблизиться и поражать овердрайв в тебя эта идея тоже мне очень сильно нравится так 4 у нас 40 до конца плюс 12 в минус 12 киллов мы идем наверное здесь не получится уже что-то что-то вытянуть у нас на первом месте вообще грунт гроб на первом месте это жестко это очень-очень жестко чем я бы использовал бы твинца с вот этим вот статус эффектом но если брать метовые корпуса то это сто процентов паладин можно также я думаю что попробовать поиграть с ним на диктаторе с критами будет тоже хорошие цифры вылетать также можно обратить внимание я думаю что на мамонта с мамонтом тоже должно быть все в порядке с ним должно тоже все работать очень круто и эффективно можно даже наверное попробовать на каком-нибудь легком типа там хопера да то есть это будет тоже такая быстрая агрессивная торпеда который можно будет тоже я думаю что показать неплохой результат так но покатки у нас четыре минуты остается до конца противник ведет уже плюс десятку по киллам ситуация наверное у нас не самая крутая не самая лучшая но в общем и целом наверное для такой катки нормальная нормальная ситуация для такой катки да то есть здесь все таки немножко другие приоритеты немножко по-другому реализуется сама пушка да то есть плюс еще резисты поэтому в целом если рассматривать вооружение на дистанции я думаю что этот твинс будет очень хорош по урону да то есть есть конечно у меня небольшое ощущение и подозрение то что поднерфили урончик этому твинсу что здесь урон меньше чем стандартный дефолтный урон твинса но я очень сильно надеюсь что это лишь мое ощущение на самом деле венса здесь не нерфили просто если занерфили то тогда это устройство уже будет не таким жестким уже будет не таким жестким уже будет не таким актуально да и по дроном чтобы я бы использовал бы лучше с этим твинсом но наверное на на каком-нибудь паладине точно ловкач до такой же самый на который я сейчас катаю на можно конечно попробовать поиграть с бустера можно попробовать поиграть с кризисом виде сам кстати в моменте может быть даже будет интересно смотреться но это все надо тестить надо смотреть на то есть это мои пока что только предположение да как это будет дело работать насколько она будет актуальна я к сожалению вам сказать сам даже не могу но мне кажется должно быть интересно должно работать должно быть Эффективно 24 килла Мы еще, кстати, даже можем выиграть эту катку Го выиграем, если получится Грома у нас тоже Чуть-чуть Апнули, надо будет его потестить В общем, вооружений, которых Тестировать сейчас есть много Поэтому, я думаю, что в ближайшее время Мы все их протестим, рассмотрим Начинаем С самого актуального и интересного Ну, а потом уже Рассмотрим все те вооружения, которые У нас еще подверглись балансу В эту пятницу Так, ну и что-то как-то Не могу найти супер тайминга Для реализации своего Овердрайва Неплохой противник попался, скажу я вам Да, то есть, для того времени, в который Я записываю этот видеоролик Очень часто попадаются Более слабые противники А здесь, видите, типы прям Как-то так упарываются, хотят тут слить Хотят наносить большое количество Здесь урона, да То есть, здесь не так все просто Получается по наносу урончика Ну вот, кстати, один в один Я бы хотел бы посмотреть Могу ли я перестрелять Вика, Рика Сейчас она треспится Если на меня пойдет Будет интересно посмотреть Могу ли я ему нанести О, вот едет, давай Давай, давай, раз на раз Как раз Посмотрим Что здесь у нас будет Ну, если бы молот не стрельнул Наверное Наверное, короче, примерно Одинаковое количество урона То есть, что Твинс наносит Что Рикошет То есть, по сути Пушки, как я уже и раньше говорил В примерном балансе Соответственно Соответственно Скорее всего У этого устройства Стандартный Дефолтный урон Который не нерфился И мы еще эту катку выиграли Супер Камбэкнули По бою 28 киллов Ну, наверное, сказать Что это большое количество киллов Я не могу Да, то есть Это небольшое количество киллов Это среднее Среднее количество киллов Сама Идея использования Твинса Мне очень сильно нравится Да, то есть Твинс с подавой Дистанция Растяжечка Да, то есть Небольшое количество резистов Матчмейкинги И все это, да В совокупности С изменением сетапов Да, то есть Например Ты играешь там На каком-то фрезе Тебя взяли реза Ты берешь Твинса От которого нет реза И реализуешь его Да, то есть Например, у тебя фрез с подавой Потом ты берешь Твинса С подавой И, то есть У тебя не меняется Эффект Который ты наносишь По противнику Ты просто меняешь пушку Чтоб не было резистов Идея мне очень сильно нравится Да, то есть И Если бы я сравнивал Фреза и Твинса Наверное Ну, фрез все-таки Будет чуть пожестче Да То есть Конечно Один в один Если ты будешь растягивать То ты переиграешь его Да, сто процентов Ты его переиграешь Твинсом Фреза Но Если ты играешь на Ловкаче Да, то есть Фреза Ну, в моменте Будет, наверное, чуть проще Реализовать Да, то есть Здесь нужно понимать Что у тебя Есть Самоурон Да, и ты не можешь Сблизиться С противником А моментов Где ты будешь Сближаться С противником Достаточно Соответственно На дистанции Может быть Чуть-чуть Лучше Себя покажет Фрез Да, но все равно Это Твинс Это то устройство Я Как бы Не хочу говорить Что я Типа там Отказываюсь От своих слов Как я и говорил Еще на анонсе И мне как показалось Что этот Твинс Крутой Что он жесткий Так, в принципе Сейчас я вам и скажу Что он реально Достойный И это Наверное Второе Устройство По силе На эту пушку Да, то есть Твинс Эмми Безусловно Очень жесткий Прям безумно жесткий А Твинс Подавый Можно поставить Смело на второе место То есть Соответственно Уже на эту пушку Есть два сильных устройства Которые Если вы имеете Вы можете комбинировать Менять Да, в зависимости От статус эффекта Который Имеет противник Я имею ввиду Именно иммунитет Ну а Что касаемо Хантера Твинса Легаси Ну блин Ну круто Ну круто Очень круто Очень круто Что у нас Начали добавлять Скины Начали Возвращать Вот эти вот Легаси линейки Я надеюсь Как уже сказал Что у нас Продолжат Их вводить дальше И то Что в дальнейшем Мы увидим Еще Большое количество Старых скинов В игре Как по мне Это лучшие Скины Которые есть И это Те скины Которые Четко Полностью Показывают Краску На которой Вы играете Соответственно Они Максимально Грамотны И актуальны В нашем Матчмейкинге Поэтому я надеюсь На то Что Эти скины Будут выходить Дальше И то Что мы Сможем Лицезреть Получать И Полноценно На них Играть Пишите Что вы думаете По поводу Легаси Скинов По поводу Твинса С подавлением Поддерживайте Видеоролик лайком Если вы еще Этого не сделали Также не забывайте Подписываться на канал Если вы еще Вдруг не подписаны Нажимать на колокольчик Дабы не пропускать Новые видеоролики Ну и также Не забывайте о том Что у нас В настройках игры В аккаунте Есть Тег создателя контента Мой личный Тег создателя контента Это Тимп Вводите его Поддерживайте меня Ну и плюс Участвуйте в розыгрыше На 50 тысяч Тонкоинов И 2 миллиона Кристаллов В итоге Которого уже будет Меньше чем Через Месяц Вся подробная Информация Условия Есть в описании Поэтому переходите Чекайте Дабы Ничего Не пропускать И Возможно Получить Очень Хорошие Призы Но у меня Друзья На этом Все Всем спасибо За просмотр Всем удачи И всем Пока Субтитры Субтитры